Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем прохождение игры под названием Bowling Steel. Игра специально для спидраннеров подкинула интересную способность. Сверхскорость, именно то, что мне нужно было. Работа сознания, попавшего в фокус искривления, значительно ускоряется, создается эффект замедления протекающих вокруг процессов при неизменной скорости ваших движений. Отлично, именно эта способность нам и подойдет. Главное не отъехать в самом начале, потому что оболочка, соответственно, поменяется. Так, что у нас здесь? Мины, будем все проскакивать. Погнали. Наша цель – энергия и информация. Да, да я помню, по ночам мне снятся эти фразы. Энергия, информация, энергия, информация, я больше ничего и не знаю, кроме этих слов. Так, ну и также мины. Аккуратно их проходим. Еще пару мин. Я пока, наверное, здесь не буду задействовать способность, хотя, может быть, и стоило. Так, разворачиваемся. Пока они и сами отъезжают от мин. Твою мать, а вот здесь вот, вот здесь куда бежать? Со всех сторон мины. Вроде все обошлось. Нужно дернуть за рубильник. Блин, вот эти вот шары напрягают, которые встанет. Ладно, терпимо. Нажимаем на кнопочку и вызываем лифт. Сейчас быстро смещаемся сюда. Уничтожаем летающую турель. Забираем также этого воинственного солдата. Лифт пришел, но это главное. Там еще был какой-то проход? Не знаю, может быть, мы будем возвращаться, но я надеюсь, что это не так. Не хочу подниматься потом обратно на этом лифте. Возвращаться. И что-то искать, какой-нибудь очередной рубильник или терминал. Ну, благо, не запись. Хотя с записями было интереснее, откровенно говоря. Прослушивать какие-то частички истории всегда неплохо. Так, ну что ж, исполнится народ. А мы потихоньку начинаем движение. Пока я еще ни разу не использовал свои способности, а может быть, стоил. Мне кажется, что пока не стоит. А может и стоит. Все, врубаю. Мин слишком много. Да, и причем дэшится мы можем, естественно, по-прежнему. Да, он только спускается. Жалко, никого не придавило. Огромное количество ублюдков. Ладно, снова замедление времени. А я сейчас отъеду. Дайте мне подняться и нажать на кнопочку. Где я? Все нормально, я сквозь лифт. О, ты со мной? Вам какой-то аж? Да, ну, честно говоря, начало дни очень здорово. Я потратил уже две свои способности. И огромное количество энергии жизненных сил своих. Так что я не уверен, что я сумею долежать до конца. Ладно. Две способности есть. Так, Мина, быстро проскакиваем. Нормально. Так, замедляем время. Быстро подключаемся к терминалу. Дергаем за рубильник. Слишком кратковременный этот эффект. Так, в итоге нам, скорее всего, сюда. Так, видимо, я зря сюда прошел. Да все, я обречен. Рано или поздно это должно было случиться. Нашу станцию вычислили. Все это время у нашего врага был козырный туз, десантный корабль с оболочками спецназа. Видимо, он захватил его еще до включения орбитального щита. Огневая мощь корабля невелика, но ее хватит, чтобы подавить ослабленную оборону нашей станции, и высадить десант. Прости, напарник. Но я не могу допустить, чтобы наш враг вскрыл архивы станции, и узнал о существовании протокола Блиц-Акрит. Поэтому я подорву хранилище старых списанных боеголовок, как только высадится десант. Надеюсь, ты понимаешь, что жизнь одного человека – ничто в сравнении с миллиардами жизней других. Наш враг несет смертельную угрозу всем планетарным колониям в освоенном человечеством космосе. Я обязана его остановить. К сожалению, ты умрешь здесь. Я могла бы попытаться перенести якорь и оперативное ядро твоей личности на электронный носитель. Но мне недоступна оболочка, которая сможет вместить тебя всецело. Мне очень жаль. Пришло время прощаться. Я переношу себя по орбитальной сети на другую пустующую станцию, чтобы продолжить борьбу. Прощай, напарник. Было приятно иметь с тобой дело. Нет. После всего того, что между нами было, я добывал для тебя эту чертовую энергию. И в итоге, что я получил взамен голограмму «Танцующие бабы». Ну, на самом деле, все не так плохо. А что произошло? Это сюжетная смерть или я проиграл и мне начинать все заново придется? Так, ладно, давайте попробуем загрузиться. И угроза теперь 100%. Видимо, мы достигли критического уровня угрозы. И поэтому получили плохую концовку. Но по большей части это из-за того, что я постоянно залетал на уровне, чисто для того, чтобы сделать скриншоты для превьюжи. Может быть и нет. Может быть из-за того, что я слишком много помирал. Ну, ладно, это не важно. Придется, по всей видимости, без спидрана обойтись. Может быть, это последнее задание. Не знаю, какая итоговая угроза у нас в итоге получилась. Какой итоговый уровень угрозы. Может быть, 150 здесь максимум. А может быть, здесь лишь одна попытка на прохождение этого уровня. Теперь я буду осторожен. Буду уничтожать мины. Буду дорожить собой и своим носителем. Потому что, по всей видимости, если я снова помру, я, скорее всего, уничтожу плохую концовку. Хотя, не знаю, может здесь вообще никак выжить нельзя. Вряд ли титров не было, в конце концов. Какое-то странное довольно решение. Ну, ладно, будем играть по правилам игры. Раз она так хочет. Так, черная мина, сзади кто-то стреляет. Блин, ну пробивает меня все равно никак, на самом деле. Да, наверное, вот сюда, вот здесь будет огромное количество мин. Пока будет ехать подъемник, будем отбиваться. Я уже приготовил свой рюкзак. Или может отскочить? Только одна мина, кстати, появилась на этот раз. А, нет. Да, точно. Отскок помог. Как минимум от одного робота избавиться. Так, ну что ж, способность тогда будем, наверное, юзать не для отступления, а наоборот, для того, чтобы справиться с противниками. Все-таки время замедляется. Соответственно, и урона мы будем получать гораздо меньше. И быстрее получится избавиться от целой толпы противников. Так, а здесь у нас будет огромное количество мин. Да, времени мы больше потратим. Но зато, может быть, пройдем этот уровень. Пошли на безопасное расстояние. Возвращаемся назад в толпу. Они уже трупы своих товарищей пинают. Неуважительно относятся к ним. Классно он заспамнился. Это как спам в какой-нибудь Call of Duty. Где ты резаешься, и тебя сразу убивают гранаты или еще чем-нибудь. Вот то, о чем я говорил. Да, теперь, конечно, не так будет весело. Такой толпой они за мной бегать не будут. Так, ладно, здесь мы, наверное, отступим. Чтобы что-то заспамнился еще один будонок сзади. Пробегают ребята с дронами, естественно. Теперь ждем лифт в тишине. А вспомните прошлый, предыдущий раз. Здесь была огромная толпа. Кто-то в лифт ко мне залез. Но больше подобного не повторится. Даже как-то грустно, на самом деле. Так было здорово. Много народа. Максимальный уровень повеселия. А теперь мы в одиночестве. В этом лифте. С разбитым лицом. Вот кто-то заспамнился под конец. Естественно, говно. Сою вытащил. К счастью, мы уже недалеко уехали. Так, ну и не забываем про способности. Сейчас, наверное, будем активно ими пользоваться. Потому что ячейк у нас не так много осталось. Так, избавляемся от мины. На этот раз сразу. Еще одна. Еще одна. И это явно не последняя. Я уже близко к тому месту, где я сдох. По-моему, вот за этими воротами, за этой дверью. Я как раз и отъехал. Так, готовим на этот раз рейзак. И двигаемся медленно. Ладно, возьму, наверное, даже гвоздомет. И жахну по этой бочке. Кто-нибудь есть? По этим баллонам. Хотя достаточно будет, похоже, и мины. Да, отлично. Там как минимум трое были. Так, шар ублюдский, который станет. Очень раздражающий. Раньше обыкновенные дроны раздражали. Теперь больше всего весят эти шары именно. Так, поглядем к ним. О, еще одна мина. Тогда отступаем. Не особо получилось. Ладно, вроде нас не задел. Не задела эта мина. Здесь я где-то и помер. Я сюда добежал. И, наверное, на мине подорвался. Может быть и нет. Зачем я вообще сюда? А, да, рубильник. Блин, еще одна мина. Рубильник тянем. Вскрываем вот это место. И, кстати, это, по-моему, конец. То есть я в конце сдох. Почти получилось проспедранить. Да. Ну и, собственно, мы достигли местного назначения. Ребята, заспомнились. А я вас и не заметил. Один отъехал на мине. А других мы разберем с нашим замечательным резаком. Все, подключаемся к системе. Блин, там еще народ. Я, наверное, заюзаю все-таки свою способность. Нет, сильно она не помогает, когда толпа надо мной издевается. Я был близок опять к смерти. Отличный улов. Мы нашли код доступа на объект 5A18GPT. Осталось лишь узнать, что это за объект и где он расположен. И не советую расслабляться. Помни, что враг продолжает сканировать орбитальные объекты в поисках нашего убежища. На объекте враги. Уничтожь их всех. Ничего обещать не могу. Всех уничтожать особого желания. Нет, не горю желанием. Так, а вот проскочить. А затем всех взорвать. Например, своим полем. Кстати, ну-ка, давайте попробуем собрать максимальное количество врагов. Снова в очередной раз. Вон у того поля. Попробуем всех собрать. И затем используйте наши способности. Смеется? Твою мать, хотел проскочить. Ну, давай быстрее. Сумеет ли это поле расщепить всех, развалить? Итак, врываемся в толпу. Используем... А, да, она их встанет лишь ненадолго. Так, да не очень. Я забыл про это. Я думал, она мгновенно их убивает. Да, вот и вверх. Получилось все, как всегда. Ладно, я хотя бы жив. Еще куча жизней у меня осталась. Жизненной энергии. Так что мы можем продолжать нашу битву. Это, конечно, только начало на этом уровне. Скорее всего. Мы выполним очередную просьбу дамы, ассистента нашего. И убьем как можно больше врагов. Они просто уже не помещаются. Уже очереди для моего уничтожения собираются. Так, но тем не менее, мы пока справляемся. А представьте, еще и побочные задания все проходить. Сколько времени это в итоге может занять? Часов, наверное, двадцать. Хотя не знаю, сколько здесь побочных заданий. Но я полагаю, только благодаря этим побочкам мы можем открыть дополнительное вооружение. Потому что, не знаю, близимся мы к концу или нет. Конечно, мне кажется, мы приближаемся к концу. Но нового оружия мы больше не открыли. Соответственно, исключительно сторонние дополнительные задания нам предоставляют эту возможность открыть какое-нибудь дополнительное вооружение. И, может быть, с этим вооружением еще быстрее мы будем побегать уровень. Но фармить вообще никакого желания. И бонусные уровни, я уверен, отличаться от основных они уж точно не будут в лучшую сторону. Можно выбрать подъемник. Ладно, приехал быстрее. Не знаю, есть ли смысл выбирать какую-то определенную сторону. Скорее всего, нет, они смыкаются воедино в итоге. Ладно, готовим наш резак третьего уровня. И поднимаемся наверх. Пока сколько у нас ячеек? Ну, достаточное количество, плюс еще две способности. Нормально. Если это хотя бы половина уровня, то продержаться мы еще какое-то время сможем. Я смеюсь, предположительно, до самого конца. Так, эта кнопка вызова лифта. Так, ну вот и конец. Ладно, давайте подключимся к системе, а затем будем всех добивать оставшихся. Если кто-нибудь сейчас смеется, конечно, зайти сюда. Здесь мы закончили. Давайте, говнюки. На всякий случай, рейджанул на них. Закачка энергии в ударные платформы идет методично и без сбоев. Но также методично наш враг сканирует орбитальные станции. И метки некоторых из них уже пропали с моих радаров. Поторопись, у меня очень нехорошее предчувствие. На этот раз ассистент вообще решил промолчать. Ни единого слова не проронило. А как же Гра, ты убивай. И так далее. Излюбленные реплики. Где? Я. Скучаю по ним. Мы уже настолько привыкли друг к другу. Так, у меня здесь пулемет, кстати. Я, пожалуй, им сейчас у вас пользуюсь. Напарник, у нас проблемы. Что произошло? Открылась систем нашей станции и привлекла внимание врага. Он резко сменил сектор сканирования. Нас сканируют. Прямо сейчас. Возвращаю себя на... В смысле? Какое сканирование? Да что-то мне совсем плохо. Нет, я уже знаком со сканированием. Можно, пожалуйста, отменить это сканирование? Нет, опять сканирование. Чтобы избежать обнаружения, я заглушила второстепенное оборудование, а все остальное перевела в режим минимальной мощности. Но так я лишь выиграла немного времени. Более глубокое сканирование нас обнаружат. Необходим отвлекающий маневр. В дальнем секторе, на низкой орбите, есть станция контроля популяции колонии. После инцидента, она погрузилась в спящий режим. Но если получится запустить ее системы, то их мощное излучение оттянет на себя внимание врага. Отправляйся туда, но помни, что я транслирую сигнал на минимальной мощности. Поэтому ты будешь очень уязвим. Так, ну это действительно альтернативный путь. Нам даже довелось посмотреть на плохую концовку. Видимо, сейчас мы близки к хорошей. Я надеюсь. Мы в зоне обслуживания реактора. Для запуска систем станции нужна энергия. Запусти реактор. Так, оружие у меня есть. Да, сразу достаем тогда. Хоть и нет моего резака любимого. Я здесь, кстати, пройти не могу. Возьму, нам просто нужно потянуть рубильник. Питание восстановлено. Здесь запись еще какая-то. Давайте прослушаем. Потому что началось конец продвижения по сюжетной времени. Кроме узнали о вирусной атаке. Сканеры зафиксировали аномальные всплески смертности колонистов. Но как только об этом сообщили наверх, станцию заполнили спецслужбы. Персонал согнали в шлюз и заперли там. Я укрылся в реакторной зоне и заблокировал дверь. Ход доступа 0404. Наконец, то, чего мы так долго ждали. Продолжение сюжетной линии. Больше, похоже, никакого фарма. Но я надеюсь, в ближайшем будущем. По крайней мере, не будет. Так, здесь у нас турель. Я взломала робота-ремонтника, но это вторжение отследила система безопасности станции. Поэтому ты будешь атакован роботами охраны и заградительными турелями. Постарайся выжить и выполнить задачу. Желаю удачи. Она тебе понадобится. Да, без резака, без моего верного товарища. Нам действительно понадобится удача. Так, это что такое? Твою мать! Это было больно. Это модуль контроля популяции. Его орбитальные сканеры считывают биометрические данные с медицинских имплантов колонистов. Их излучение должно привлечь внимание. Подключись ко всем терминалам и запусти процесс сканирования. Я думаю, как только я подключусь к одному терминалу, сразу будет волна врагов. Ладно, давайте мы сдамет, что ли, возьмем. У меня есть три щита, конечно. Да, сейчас мы ими пользоваться и будем. Меньше половины хп. 8.0. Искусственный разум взламывает ресурсы, способные разместить его копии, и оттуда атакует хранилище оболочек. Рабочие протоколы роботов заменяются программами автономных убийц. Источник столь мощных алгоритмов взлома неизвестен. Результаты сканирования странные. Все импланты колонистов констатируют смерть своих носителей. Планета мертва. Надеюсь, это просто глюк. Здесь мы закончили. Продвигайся дальше. Да, это был тот самый момент, когда надо было использовать щит. Может быть, вот здесь? Сейчас мы здесь, наверное, заюзаем щит. Вот здесь быстро проскочим. Да, а затем, когда взрывающиеся шары на нас покатят, тоже юзаню щит. Нормально, пока справляемся. Но даже фулл-хп, что удивительно. Еще две брони. Так, кто-нибудь есть? Кто-нибудь? Нет, продолжаем. Я успел уже этот инструмент прокачать. О, нет. Шар взрывающийся. Все, плохо дело. Еще кто-то взорвался сзади, что ли, подъехал? Но я немного восстановился. Так что это не самый неприятный момент. Так, ладно, нам через эту дверь. Никого? Ну, сейчас они появятся. Взрывающийся к связи и астронавигация. Подключись к терминалу. Запусти все модули. Вот бы поуправлять этой станцией. Так, все, мне уходить назад. Рубильник я потяну. У нас получилось. Враг переключил свое внимание. Сканирование нашей станции прекращено. Возвращаю тебя назад. Стоп, а это кто? Ни разу не видела таких моделей. Продержись как можно дольше. Ну, начинается. Так, ладно, я постараюсь. В принципе, они не очень жесткие. Несмотря на то, что у них бластер, у них пистолеты, они все равно подходят чуть ли не вплотную ко мне. Так что пережить это нападение я смогу. Или нет. Да, видимо, у этих ребят просто побольше брони. Точнее, побольше ХП. Посерьезнее брони. Так, ну я уже почти готов использовать свою способность. Они начинают окружать. И это очень неприятно. Так, ладно, проблежаемся к этому. Они очень быстро могут меня развалить. Три мечника. Три самурая с катанами. И вот с ними я, похоже, не справлюсь. Все, врубаем. Все нормально? Сигнал потянет. Почему? Я же врубил... Я же врубил щит. И он был активен. Что за дерьмо? Или именно тогда, когда он исчез, меня и подрезал один из брубков. Проклятие. Я не успела просканировать эти оболочки. А отправить тебя назад нельзя, сигнал тут же отследят. Но мы выжили, что уже хорошо. И теперь известно, что в случае обнаружения нам... Я надеюсь, вот это вот точно сюжетная смерть. Вот только, чем больше мы узнаем, тем больше возникает новых вопросов. Я провела диагностику оборудования контроля популяции, и нашла архив отчетов. Все верно, популяция вымерла. Все 8 миллиардов, за несколько секунд. Как они все могли погибнуть? Что их убило так быстро? И почему за столько лет после отправки сигнала бедствия, военный флот коалиции так и не появился? Впрочем, ответ на последний вопрос я уже знаю. Они нас попросту не могут найти. Мой модуль астронавигации не определяет галактические координаты. Все это время я думала, что он неисправен, что базы данных были повреждены во время попытки взлома. Но я скачала архив астронавигации той станции. Все данные тождественны, ошибки быть не может. Мы находимся в неизвестной части космоса, на орбите неизвестной звезды, в окружении неизвестных небесных тел. Как такое могло произойти, нам с тобой и предстоит выяснить. Несмотря на однотипность и однообразность, но концовка очень сильно разочаровала. Я ожидал, конечно, большую точку в этой истории. Я ожидал какой-то развязки, но в итоге открытая концовка, заделанное продолжение, по всей видимости. И желания никакого во вторую часть, например, играть нет, если она вообще будет. После всего этого пережитого, после огромного количества однотипных локаций, меня лишь поддерживала сюжетная компания. Меня лишь поддерживала мысль о том, что мы наконец узнаем, что будет дальше. Сюжетка-то, она неплохая и интересная. И держала в напряжении, можно сказать, до конца. Но в итоге просто камень разочарования. Камень под названием разочарования. Но в конце концов нам хоть что-то рассказали. По сюжетке мы все-таки продвинулись и получили свою новую информацию, свою порцию информации. А не просто получили надпись «Конец первого эпизода» и титры. Что-то мы получили. Какое-никакое удовольствие от боев мы тоже получили. До определенного момента, конечно, разработчикам просто нужно было вовремя остановиться. Но в итоге они просто искусственно увеличили время прохождения. И такое ощущение, что они это осознавали, и даже какая-то самоирония прослеживалась. Ладно, на такой минорной ноте мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Отдельное спасибо всем тем, кто был в рамках данного прохождения со мной от начала и до конца, с первой серии и до последней. До новых встреч!